Прошедшая неделя оказалась полна знаковыми событиями. Фракция ГД бойкотировала принятие заявления НС в ответ на заявление азербайджанского парламента от 8 ноября 2022 года. Азербайджанцы ожидаемо перекрыли Лачинский коридор, а городские власти Еревана в это время перекрывали дороги в столице. Об этом пишет эксперт Бениамин Мативасян в своем телеграм-канале и продолжает. Во время внеочередного заседания НС, на котором обсуждался вышеуказанный вопрос об ответе армянского парламента на заявление азербайджанских парламентариев, член фракции ГД Мария Карапетян заявила о том, что они привержены защите народа Нагорного Карабаха, но не ценой того, чтобы Армения была использована в качестве залога. Если выразить основной смысл ее слов, то получится, что Армения отказывается от права на самоопределение народа Арцаха, так как борьба за это право налагает на Армению непомерные залоговые обязательства, но против того, чтобы Баку осуществил в Арцахе геноцид армян. Получается, что правительство и фракция Пашиняна призывают народ Арцаха и его власти самостоятельно вступить в диалог с Баку, фактически сняв этот вопрос со всех международных площадок, а также сняв с себя функции гаранта безопасности Арцаха и субъекта, который на международной площадке должен вести переговоры по карабахской проблеме до получения НКР международно признанного статуса. В практическом поле это означает, что правительство и фракция Никола Пашиняна заявляют, что Азербайджан прав, когда говорит, что Баку больше не будет обсуждать вопрос Карабаха на международных площадках. Пашинян данным подходом не только разодоривает Азербайджан, но также ставит в сложное положение Париж, хотя бы на уровне одной из ветвей законодательной власти и Москву, которые пытаются договориться с азербайджанцами о статусе для НКР, о чем прямым текстом на днях заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В данной конфигурации недовольство Азербайджана действиями официального Парижа и властей Российской Федерации объяснимо и основано на тезисе о том, что если Пашинян сам согласился рассматривать вопрос Карабаха в контексте внутри Аз-черезванских процессов, то почему Москва и Париж поднимают вопрос о статусе для Арцаха? Цель Пашиняна понятна. Под давлением Турции и некоторых западных кругов он пытается пожертвовать Арцахом, чтобы установить отношения с Азербайджаном, без посредничества Москвы или Парижа. Иными словами, заявляя о том, что Армению нельзя использовать как залог, власть пытается оставить в залог Карабах, так как такого главнейшее предусловие Турции на пути налаживания отношений с Арменией в контексте как армяно-азербайджанских, так и армяно-турецких отношений. Более того, сентябрьские заявления Пашиняна в НС Армении и на Генассамблее ООН показали, что и он увидел, что аппетиты Алиева не ограничены Арцахом, и даже такой залог не спасет от посягательств в Баку. Разрушительные последствия действий армянского правительства стали для него необратимыми и ставят в отчаянное положение. Очевидно и то, что в восприятии значительной части правящей элиты спасти их может только Турция и упомянутые выше западные круги, если смогут убедить Ильхама Алиева ограничиться хотя бы Ацахом и не претендовать на Сюник и Сиван. Однако политическая безграмотность не ценится в международном сообществе. Вспомните хотя бы действия Михаила Горбачева. Нынешняя политическая элита России до сих пор не в состоянии нейтрализовать последствия действий первого и последнего президента СССР. И нынешняя война на Украине именно об этой политической безграмотности предшественников. То же самое будет и для постпашиняновского правительства Армении. Деструктивные последствия, оставленные Пашиняном, никогда не будут полностью устранены. Единственное, что удерживает Армению от падения в еще большую бездну, это то, что баланс сил в регионе еще не настолько изменился, чтобы Москва и Тегеран не смогли бы удержать Баку от широкомасштабной агрессии против Армении. Но насколько хватит данного запаса прочности? Субтитры создавал DimaTorzok